Добрый день, шановные господарства! Трайний месяц выдался горячим не только на дворы, но и по тех потех, которые отбывались в Менск. В тюрьмах протягивают и находятся предзнавленные господарцы Мчужны и Дмитрий Полиенко. Эмнист Интернешнл в этом месяце дарящим вестила глобальную кампанию солидарности со Дмитрием Полиенко, до которой улучшается и правооборонный центр «Весна», и по требованию неоткладного и безумного вызволения. Так само в этом месяце стало вядомо, что активистам профсоюзного руху Феденевичу и Коммунику было предъявлено кончатковое обвинение. По участке другой артикула 234-го Криминального кодекса Республики Беларусь – это выхиление податков вкладания войн в померах. По этому артикуле, погражая изневолением максимальным терминам до 7 годов, я напоминаю, что правооборонная супольность потребовала и по требованию неоткладного на спинение криминальных переследов активистов профсоюза РЭП и связывая этот переслед выключен с их активной деятельностью по отстоянию социальных и экономических правов граждан Украины. «Коли организация потребна людям, я ее знищить так просто никому не удастся. Поколь мы потребными будем працавать. Безумовно люди пережили и страх, и то, что намытность дымали, людей обшуковывали, раздевали до нога. Безумовно это все тяжко пережить. А лишь люди, которые работают в профсоюзе, никто эту профессию им не навязывает. Эту крышу мы должны нести с гонором до конца, потому что за нами люди, за нами правда». Так само нам стало вядомо, что парламент поступил в законопроект, подрихтованный Советом Министров Республики Беларусь, обнесением изменов и дополнением некоторых артикулов криминального кодекса и в приватности пропонуется отменить артикул 193 прим, то есть декриминализовать деятельность незарегистрованных громадских объединений у политических партий, религийных организаций. Что, конечно, безумовно мы можем не означать как остановчивый и, может быть, в некотором сенте, дал чеканный крок от беларуських ладов, а не засмучает только это все тое, что криминальная отказность пропонует заменить на административную. То есть покарать за деятельность незарегистрованных организаций штрафом по мере до 50 базовых величин, причем покарать по засудовому порядку, то есть это могут работать органы МУС альбо ответное управление Министерства юстиции. Мы нагадываем тое, что в любом выпадку административная отказность за деятельность незарегистрованных организаций является порушением свободы ассоциаций и мы настойываем натынков беларуськое законодавство не предупреждало никакой отказности за наявность, отсутность регистрации. Тем более, что у наших новых зарегистровать новую организацию справа достаточно тяжкая, и черговым свечением этому заявляется одного Верховного Суда задоволить скаргу Архкомитета по регистрации партии Беларусской христианской демократии, которая уже в семи раз пробует отримать эту самую регистрацию. Ну и так само в этом месяце нам стало ведомо о черговых двух казнях в Беларуси. В ночь с 15 на 16 травня были казнены двое приговорных деснародного покаранья. Нам стало это ведомо во время судового разбирательства по апелляции двух приговорных деснародного покаранья в Верховном Суде. Как за сегодня, у нас традиционно эта тема является таемницей и мы доведуемся про черговые расстрелы не от представников государственных органов а либо от зневоленных а либо от их родных. Ну и на приконце не могу не отзначить факт заявления досить дивной заявы Министерства внутренних справ, якая заявилась после вывешивания веселкового гостяга на амбассаде Великой Британии в день борьбы суперс гомофобии. И в этот день той самой борьбы суперс гомофобии наш МУС выступил с гомофобной заявой за три года я только могу показать издевление и шкодование и нагадать министра внутренних справ с подорожневичем по частей заглядать в Конституцию и законы Республики Беларусь який забороняет всегда по дискриминации и все грамотяне Республики Беларусь мают абсолютно ровные правы незалежно от их принадлежности сексуальной ориентации расовой и религиейной принадлежности. Борьба за подлинное и она часто приводит до сумных наступствов и в свой час некоторые исторические персонажи так само замагались за подлинное. На этом завершаю наш огляд до наступных встреч. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...